Рекламщиков, которые делали афишу концерта ЛДЖ, могут привлечь к ответственности. По данным Челябинского УФАС, будет возбуждено дело об административном правонарушении. Напомним, депутат Андрей Зеленин направил запрос в ведомство управления Роскомнадзора. В выступлении певца депутат усмотрел, цитата, пропаганду садизма, каннибализма, половых извращений, пропаганду алкоголя, наркотиков и суицидального поведения. Во-первых, потому что я сам многодетный отец, и я против того, что подобная личная, подобная культура была у них в качестве примера. Тогда, после скандала, была приостановлена продажа билетов на концерт популярного музыканта. А депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что творчество хип-хоп музыканта нужно признать, цитата, экстремистским. Как выяснилось, организатор не принял меры по проведению размещенных рекламных плакатов в соответствии с действующим законодательством. Концерт рекламировался с возрастным ограничением в 16+, в то время как фактически был предназначен только для лиц старше 18. Распространение анонсов концерта с указанием различной категории могло привести к продаже билетов лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. И вот будет возбуждено дело об административном правонарушении.